В современном темпе жизни хочется, чтобы время шло медленнее, а расстояний и вовсе не существовало. Если эти проблемы нельзя решить, то можно свести к минимуму. На помощь тем, кто хочет все успеть, приходит автомобиль. Дарья Федонькина почти каждый день ездит из Виноградова в Навлянский микрорайон и возит важного пассажира, свою дочку. В первую очередь, жизнь ребенка самое главное для нас, для родителей. Я считаю, что кресло всегда безопасно, нежели оно будет просто так сидеть, и в любой ситуации, на дороге может случиться все что будет. Как и сотни других водителей, Дарья Федонькина с дочкой несколько раз в день проезжают по трассе А-108. На участке федеральной дороги в Воскресенском районе с начала 2018 года осложнилась дорожно-транспортная ситуация. В результате аварии здесь погибли пять человек, двое получили серьезные травмы. Чтобы не допустить происшествий в будущем, сотрудники 6-го батальона ДПС провели профилактический рейд. Мы проводим эти мероприятия по всей территории обслуживания, но в связи с тем, что ситуация осложнилась, поэтому проводим на Воскресенской земле, для того, чтобы граждане Воскресенского района чувствовали себя в безопасности, ну и, может быть, учились все-таки на ошибках чужих. Водители с детьми, как правило, самые внимательные, но аккуратность на дороге не всегда уберегает от несчастного случая. Удерживающие устройства и ремни безопасности в любой ситуации защитят маленького путешественника. Во-первых, безопасность и своя, и своей семьи, и детей в первую очередь. Надо и пристегиваться, и скоростной режим соблюдать, ну и, естественно, и все остальные правила движения. А вы ребенку правила дорожного движения объясняете? Ну, как же, он, в общем, грамотный у нас парень, хорошо схватывает все. Еще с детского сада с ним занимались, когда в школу. Ну, переходили улицы, и там объясняли, и мы объясняем. Все как должно быть в нормальной семье. И почему нужно смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу? Потому что тебе фура может сбить. Сотрудники госавтоинспекции подарили детям-пассажирам светоотражающие фликеры и закладки с правилами дорожного движения. Нерадивым водителям показали социальные ролики, чтобы они не забывали о том, что несут ответственность не только за свою жизнь. Хотелось бы довести до сведения участников дорожного движения, что зима, тем более дорога зимняя, не прощает ошибок. Поэтому нужно учитывать и состояние проезжей части. Если это снегопад, то ввести скорость со скоростью неразрешенной, а может быть значительно меньше, которая обеспечивает безопасность. Предъявлять, наверное, требования завышенные, может быть, в какой-то степени к своим транспортным средствам в плане технического состояния. Это хорошая резина, желательно зимняя, когда скользкая дорога. Чтобы были исправны стеклоочистители, незамерзающая жидкость, ну и, соответственно, световые приборы, чтобы были в исправном состоянии. Полина Романюк, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.